Алхамду лиллухи кассира, وأشهаду Аллах Teachers Аллаху и Аллаху, Ахдагу ла шарикалла, وأشهаду анна Мухаммада Абдуву и Расулу, Амма бад, Айюху альму są villains, Айбада Аллаха, уш рабы Аллаха, как быстро протекают ночи и дни. Еще вчера с вами мы ждали с нетерпением Рамадан. Еще недавно мы молили Аллах Субхан aguата Алла и говорили Аллаху мабалег на Рамадану, «Аллах, позволь нам дожить до Рамадана». И вот уже мы сегодня практически ошарашены, поражены тем, что уже треть этого месяца, практически треть его уже прошла. Прошла треть. Этот гость быстротечный, скоротечный, который пришел с этими дарами, с этими наградами, треть его уже прошла. А это значит, что мы с вами должны сесть и задуматься, задуматься над самими собой, тщательному осмотру провести самих себя, подвергнуть самих себя и задать самим себе вот эти вот серьезные важные вопросы в эти дни и ночи. А что ты сумел вложить в эти дни и ночи? Потому что эти дни и ночи – это как такие хранилища, в которые человек складывает свои деяния. Потом в судный день он увидит, ты что вложил в эти хранилища, в эти бесценные дни и ночи? Как ты поступал в отношении книги Аллаха, вот в эти вот прошедшие дни и ночи? Ты свои органы защищал ли от харама свой слух, свое зрение, свой язык, насколько ты берег от того, что запретил Аллах? Был ли ты постоянен в отношении намаза Таравих, в отношении дополнительных намазов? Не говоря уже о фарбах, в этом месяце мы видим с прискорбием, замечаем, что люди просыпают обязательные намазы и не приходят в мечеть, когда обычно приходят в другое время на намазы. А эти намазы не приходят они в мечеть, в месяц Рамадан, хотя должно быть наоборот. Вот если уже прошло столько времени, посмотри, ты за это время накормил кого-то из спастящихся, кого-то из нуждающихся, ты стремился к тому, чтобы дать садака, дать милостыню, стремился к тому, чтобы проявить особое благочестие к родителям, стремился к тому, чтобы особо налаживать в этот месяц родственные связи, делать добро своим родственникам, стремился ли ты, приложил ли ты все усилия для того, чтобы освободиться от адского огня в этот месяц, чтобы получить рай в этот месяц или или на самом деле это так что есть среди нас такие которые которые уже прошло столько ночей они ещё ни раз ни разу не были намазе тарави или может быть были на 1 или 2 только или может быть среди нас есть такие которые не усердствуют отношении курана и может быть не прочли не старались прочесть даже один раз куран сейчас за это время или среди нас есть такие которые имея возможность до сада по еще не дали сада по еще не расходовали на пути аллах субхана ваталя воистину это лишение воистину лишены такие люди воистину это беспечность и страшная беспечность как счастливы те люди которые оценили рамадан по достоинству который ценят вот это благословенное время и я поздравляю тех людей которые своими деяниями своим покаянием уже стерли какие-то грехи свои из своих свитков о мусульмане на эти дни освобождения от ада они протекают очень быстро вообще всякое творение всякое творение оно обречено на уход и на скорый уход рано или поздно вот этот месяц прощения и месяц милости он тоже поверьте очень скоро нам придется сказать ему прощай и может быть некоторые из нас уже не встретиться с ним больше а значит почему бы нам с вами не поститься постом прощающегося и почему вы нам с вами не молиться молитвой прощающегося почему бы с нам с вами не совершать пьян и толбу как покаяние это я прощающегося человека почему нам не делать руку земные поклоны с благоговением и покорностью почему нам не падать земных поклонах не совершать судуды повинующимися и плачущими почему нам не обратиться к аллах субхану атааля с дуа с искренними мольбами смиренными и подчиняющимися и знаете у раба Аллаха что у Аллаха субхану атааля каждую ночь в этом месяце есть те кому выписывается освобождение от ада каждую ночь но клянусь Аллахом ни один из нас не знает в какую ночь он может получить вот это освобождение от ада будет это в начале месяца или будет это в середине месяца или будет это в конце месяца а значит сабар 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 терпению рабаала терпение и стойкость терпение и стойкость и давайте давайте бороться со своими навсами со своими душами чтобы остаться в этой покорности всевышнему аллаху задай себе вопрос ты из тех который стремится и спешит или из вот этих вот беспечных и нерадивых счастливы люди которые оценили рамадан которые днем по-настоящему постятся а ночью по-настоящему молятся которые все время читают куран который в этом месяце ты видишь как часы они свои проводят в тени книги аллах субханава тааля которые стоят вместе с молящимися стопа к стопе ночью которые поминают аллах субханава тааля вспоминающими которые взывают колоссу по наталья взывающими которые все свое время проводят в зикре и расходуют на пути аллах субханава тааля щедро и которые оберегают свои органы от страстей и от запретного пришел к пророку алей саратов салям человек и сказала посланник аллах дай мне наставление но чтобы это было короткое наставление про корей саратов сам сказал ему три вещи и одна из вещей с которой он начал он сказал и закон фейс алятик фасоль ли салата мувадия если встаешь на намаз то совершать такой намаз чтобы это был намаз прощающегося то есть человека который прощается с жизнью представь себя если ты точно знаешь что сейчас после этого намаза ты умрешь какой это будет намаз ведь это будет намаз полное смирение ведь это будет намаз от сердца намаз с искренностью почему же во всем нашем поклонении мы не имеем вот этот дух дух прощания дух того что мы прощаемся с этой жизнью чтобы намаз наш был намаз прощающегося и пост наш был постом прощающегося и поклонение наше все было поклонением прощающегося а что значит что значит пост прощающегося у рабы аллах во первых ты хочешь чтобы твой пост был пост прощающегося первое на что ты должен обратить внимание посмотри какое намерение в своем сердце все что ты делаешь сейчас во время рамадана искренен ты или нет ради аллаха ли только ради его лика только или может быть еще чтобы люди сказали щедрый праведный похвалили тебя знай что если ты совершаешь деяния ради аллах субханава тааля искренне ангелы тут же это деяние записывают помещают его в свитки свитки твоих деяний и потом ангел они не обманывают ангелы не лгут они ничего не упускают они ничего не фальсифицируют и не искажают и потом ты это деяние свое праведное у аллах субханава тааля найдешь судный день вот оно твое деяние совершенное только ради него ничего не будет потеряно ни одной буквы и ни одного действия в тот день когда они помогут тебе не имущество твое не семья твоя а если ты придешь судный день не с таким деянием аллах анатолий посмотрит на твое сердце и увидит аллах субханава тааля что в твоем сердце было не только стремление к аллаху но еще стремление к чему-то другому стремление к показухе похвале людской к славе среди людей к авторитету среди людей как поможет тебе это похвала людей судный день если аллах субханава тааля увидев что не ради него ты совершил деяние только отвергнет это деяние бросит тебе его в лицо второе рабы аллах чтоб твой пост был постом прощающегося по-настоящему остерегайся такой вещи как преподнести аллаху какое-то ущербное поклонение ведь поклонение твое оно но посмотри сколько в нем недостатков какое оно ущербное и слабое мусульманин он обязан свое поклонение оберегать вадик обязательно уважать свой покой уважать обряды аллах и возвеличивать аллах субханава тааля в куране об этом говорит за ликого мою азим шаир аллафа ин амин так вольку лоб поистине тот кто возвеличивает обряды аллаха обряды поклонения аллаху то это из богобоязненности сердец поэтому самая высокая ступень религии то что их сан сказал про колеса рату сам их сан поклоняться аллаху так как будто ты видишь его антабу дала каня катара дальше пост прощающихся человека это когда говорит человек самому себе вот это мой последний рамадан и больше не будет вот посмотри если ты это себе скажешь прочувствовав эти слова посмотри как это изменит твой пост дальше рабы аллах пост прощающегося это значит что не нужно так сильно в этом месяце увлекаться мирским не нужно так чтобы дуни от тебя поглощала твой бизнес твоя торговля твои товарищи твое общество не надо чтобы они так поглощали тебя в этот месяц послушай хорошенечко хадис говорит пророк алей саратосарам сказал всевышний аллах инна аллаха та'аля якуль говорит всевышний аллах ябна адам тафаррагли ибадати ам ласадрака гинан ваасудда факрак ваилла тафа альмала ту ядейка шуглан валамасудда факрак говорит всевышний аллах о сын человеческий о сын адама посвяти себя поклонению мне и тогда наполню я сердце твое богатством избавлю тебя от бедности если же ты не сделаешь этого если ты не посвятишь себя поклонению мне если ты не сделаешь это то займу я твои руки трудом займу руки твои трудом и не избавлю тебя от бедности то есть твое сердце все равно останется бедным тебе не будет хватать у тебя не будет удовлетворение ты будешь несчастны посмотрите на этих людей у которых есть миллионы и миллиарды имущества столько что хватит не только их внукам а внукам их внуков но они продолжают жадно гоняться за кусками этого мира почему да потому что аллах субханатали лишил их сердец удовлетворенности и богатства у рабы аллах пост прощающегося это такой пост который ты провел в приучении себя к такой вещи как листикама запомни рамадан это школа чему ты должен научиться за рамадан к чему ты должен приучить себя к такой вещи как алистикама что такое степам это значит твердо и прочно все время стоять на прямом пути быть богобоязненными только в рамадан а потом на протяжении всей твоей жизни это смысл этого поста ля аль лаком то так он говорит аллах субханзалям может быть вы будете богобоязнены пост прощающегося у рабы аллах это такой пост когда ты сегодня лучше чем вчера а завтра ты лучше чем сегодня и каждый день ты становишься все лучше и лучше и ты все время переходишь от одного поклонения к другому посмотри вторая треть рамадана уже входит и сейчас ты должен стать еще более активным чем ты был в первую треть у людей к сожалению наоборот в начале ты видишь у них такое усердие энтузиазм стремление но потом уже к середине рамадана ко второй трети ослабляется у них вот этот вот пыл и рвение так вот наоборот наоборот не дай своей душе возможность для лени и для беспечности и для ослабления для слабости у рабы аллах пост прощающегося это такой пост когда ты успеваешь за это время приучить себя к какому-то поклонению которое ты не делал раньше посмотри ты приобрел какой-то поклонение за этот месяц который ты раньше не делал может быть какой-то дикор который раньше не делал какое-то поклонение выполнению которое ты раньше может быть не совершал его и наоборот избавиться от какой-то привычки плохой может быть у тебя есть к это привычек который уже годами у тебя так вот эта возможность рамадан и по спастящегося это такой пост когда ты избавляешься от этих привычек и уже после этого никогда не возвращаешься к ним у раба лапу спрощающегося это когда ты не отвлекаешься на интернет на соцсети на сериалы на игры и на прочее потому что пост это не только то что ты не ешь днем и не пьешь днем пост осыян это пост сердца настоящий пост это пост органов когда ты оставляешь все то что не приносит пользы в вечной жизни у раба лапа спастящегося это такой пост когда ты от каждого поклонение который установил аллах субханнатор в этом месяце что-то берешь намастера вы да ты совершаешь намастера вы сколько людей которые упускают возможность совершать намастера вы или ищут такую мечеть где читает быстро и мам где отстукивают быстро земные поклоны чтобы за 20 минут закончить намаз и все и уйти уйти спать блаженные блаженные те люди которые отрывают свои бока от своих диванов может быть им хочется поспать хочется отдохнуть но они отрываются своих диванов от своих желаний и идут в дома аллах субханнатор и ставят стопу к стопе своих братьев вспоминая что вот так они рядами будут стоять перед аллахом субханнаторе в судный день лучшее из дополнительных поклонений это ночные намазы у рабы аллах это величие верующего это возвышение для верующего так сказал пророк алей сарату вассарам сказал алей сарату вассарам что из тех вещей которые ведут человека в рай это когда он молится по ночам когда люди спят оставалось пять ночей до конца рамадана рассказывает обуза ради аллах таран пророк алей сарату вассарам говорит он совершал с нами ночной намаз совершил его где-то до полуночи после полуночи закончил мы сказали о посланник аллах если бы ты еще помолился с нами всю ночь посмотрите они так хотели чтобы проксусы молился с ними всю ночь не как мы которые спешим быстрее чтобы мам закончил когда он читает книгу аллах мы не размышляем над кураном а думаем когда же он уже сделает руку когда же он уже закончит и возмущаемся если сегодня на пять минут позже закончил чем вчера они сказали почему всю ночь не помолишься с нами у посланника аллах он сказал и на роду ла из ассалям али-имам оттай он сары фусиба лаво ты яму лейля если человек будет молиться со своим имамом до конца пока он не закончит намаз ему будет записано стояние всей ночи то есть как будто он всю ночь провел в намазе посмотрите какое достоинство у рабы аллах дибриль однажды пришел проколи сарату сарам и сказал о мухаммад речь мащи это фаинна камеет мухаммад живи сколько хочешь все равно ты умрешь делай что хочешь ты за это понесешь воздаяние люби кого хочешь кого хочешь люби все равно с ним расстанешься валян она шараф аль-му-мин киаму лейль ва из за ру и стыгнал они нас и знай что честь мусульманина его почет это ночной намаз а его величие это когда он обходится без людей так как же можно пренебрегать этим намазом о рабы аллаха бери от каждого поклонения в этом месяце что можешь от намаза таравы от ночных намазов бери от зикра бери от покаяния бери от чтения курана бери кормление постящихся бери садака бери ничего не упускай из поклонений ибо это сумма посланника аллах салла валюссалям ибо может быть это твой последний шанс у раб аллах скажи самому себе это мой последний рамадан и пусть это пост будет по-настоящему постом прощающихся человека много лени вокруг сколько вокруг тебя людей которые тебя отвлекают от поклонения ленивые беспечные они наоборот тебя удерживают поклонения давай посидим давай поговорим давай поедим лени много и беспечности много так вот когда ты видишь это наоборот тебя это должно заставить быть более терпеливым и более усердным и стойким ибо вспомни что сказал аллах субханаму та'аля восприниматься к мааля зина друна раббом бельгодать его лошей юрий дуна ваджа терпеливо удерживая себя вместе с теми которые взывают к своему господу утром и вечером юрий дуна ваджа они хотят его лик валят аду айнака ангум туриду зина таль хаяты дуния не отвращай свой взор от них желая украшение этого мира валят утриман агфальна кальбаху анзик рина вот таба хаваху вакана амур вуфу рута и не подчиняйся тем чьи сердца мы сделали беспечными к нашему упоминанию и они следуют за страстями своими и деяния их тщетны аллаху масали аля мухаммаду аля му хаммад кема aos museятелька аллахима и наз versión на güне абсолют в glossар surfichen она через хамид и вырослых атлах в сильнее подчиняйся едем паре дуния хастерём аль адр scrolling в хамиде и мерагоде говорят YOUR пスел на гармисах нижней вあり сmän мало б'ына кровоте табwasser на верхнем крае на FEAR на electromagn Architecture Субтитры создавал DimaTorzok